В четверг стало известно о смерти серийного убийцы и насильника Сергея Ткача. Его имя наводило ужас на всю Украину. На счету маньяка 37 только доказанных преступлений. По неофициальным данным число его жертв превышает 100 человек. На протяжении четверти века изверг убивал и насиловал несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 17 лет. По мнению специалистов, долгое время Ткач оставался неуловимым из-за непрофессионального подхода украинских сыщиков к поиску маньяка. Убийца хорошо заметал следы, ведь в свое время он сам работал в милиции. Его уволили из органов за фальсификацию результатов экспертизы. В 2005 году одной из жертв Ткача удалось выжить. Она запомнила приметы преступника и вскоре Сергея Ткача арестовали. Я на грани идиотизма. Идиот – это будет 200-я стадия шизофрении. Это последняя стадия. Я на грани идиотизм о своих зверских преступлениях. Сергея Ткача осудили в 2008 году. Он получил пожизненный срок. Маньяк отбывал наказание в житомирской колонии номер 8. Как ни странно, у насильника и серийного убийцы нашлись почитатели. Одна из них – Елена, на 40 лет моложе Ткача. Выяснилось, что она 12 лет следила за его злодеяниями и восхищалась опасным преступником. В итоге вышла за него замуж и родила дочь. Находясь в колонии, Ткач строил планы на будущее. Почему-то верил, что ему удастся выйти на свободу. Но на 67-м году жизни страшный убийца тихо скончался на нарах от сердечной недостаточности. Место захоронения маньяка держится в тайне, во избежание случаев вандализма. Эксклюзивные кадры и первое интервью после задержания, которое Ткач дал российскому телевидению, смотрите в следующие выходные в программе «Расследование Эдуарда Петрова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!